Всем привет! Рынок это большое испытание, а курсы действуют на меня как пытка. Биткоин снова пытается упасть до ключевого уровня в 6000 долларов, а остальные альткоины слепо следуют за ним. Но есть монеты, которым на эти телодвижения главной криптовалюты абсолютно наплевать. Их достаточно много, но это совсем не спасает мой портфель. Поэтому возникает вопрос, как же лично я справляюсь с медвежьим рынком? Просто отлично, ребята, просто отлично. Спасибо за просмотр. Не забудь подписаться, ставить комментарий, поставить лайк, включить колокольчик и обязательно обновлять эту страницу для просмотров и установить этот канал в качестве операционной системы. Я вернулся. На самом деле есть три пункта, которые помогают переживать такие кризисы. Первый пункт. Я действительно распрощался со своими депозитами, на которые купил криптовалюту. Для меня их потеря не является чем-то критичным. Со мной все будет в порядке, даже если крипта скатится в ноль. Если вы не можете сказать то же самое, возможно, ваша котлета в криптовалюте слишком большая для вас. Второй пункт. Если бы человек был орлом, он мог бы видеть ползающих на земле насекомых, находясь на крыше десятиэтажного дома. Этот орлиный взгляд я интерпретирую в долгосрочный. Я замешан в этом минимум на 10 лет, а не до следующего месяца. На самом деле, покупая акции, люди не думают о прибыли уже через день или неделю. А в криптовалюте почему-то таких людей много. Я знаю лично человека, который покупал золото, а потом через месяц в ужасе избавлялся от него, когда цена немного просела. Теперь он считает золото лохотроном, и его вообще никак не переубедить. И последний пункт, который я обязательно соблюдаю, это фиксация прибыли. Я покупал трон за 9 центов вместе с другом, и когда я зафиксировался по 20 с чем-то центов, он этого не сделал. А потом он удалился из контакта. Криптовалюта забирает лучших из нас. Я продавал Иос за 15 долларов, сейчас он стоит 7. В общем, если для меня это хорошая позиция, я продаю. Но не всё, а часть. И это совсем не потому, что я не верю в крипту, просто я верю, что нужно фиксировать прибыль, если такая возможность есть. Я, конечно, не говорил в своих видео, мол, я продаю биткоин за 15 тысяч. Представьте, он на следующий день стоил бы 20. Что творилось бы в комментариях? Неловкая была бы ситуация. Итак, не бояться потерять, долгосрок и фиксация прибыли. Три пункта, которые помогут вам переживать медвежьи рынки. Ребята, буквально на прошлой неделе меня спрашивали, почему в основном я рассказываю о старых, известных монетах. Потому что мы идём через тернии к звёздам, и слово тернии в данном контексте созвучны с названием этой криптовалюты. Это тернио. Монета только недавно вышла из стадии ICO, поэтому это свежее мясо. Проект представляет собой децентрализованную новостную сеть, которая позволит создавать непредвзятый, независимый и честный контент. Короче, возможно тернио вернёт нам настоящих журналистов. Упёртых, справедливых, желающих докопаться до истины. Этого так не хватает. Вы сами знаете, во что сейчас превратилась масс-медиа. Но самое интересное в этом проекте это то, что эту монетку признали самой высокоскоростной. Это документально подтверждено третьими лицами. Около миллиона транзакций в секунду, ребята. Миллиона. Как дела? Биткоин? Рипл? Виза? На самом деле тернио имеет закрытый код, поэтому лично я это проверить не могу. И вправду, ежели команда тернио смогла создать блокчейн с такой сумасшедшей масштабируемостью, они явно не хотят, чтобы все остальные просто скопировали их труды. Как вы, наверное, помните, я проводил сбор средств на приобретение профессиональной аналитики. Нам удалось собрать необходимую сумму приблизительно за 8 дней, но желающих было ещё больше. Мы собрали более 180 тысяч рублей, учитывая криптовалюту. Курс был приобретён мною немного раньше, и я уже начал публиковать информацию в закрытом канале Телеграм. Хотелось бы поблагодарить всех, кто участвовал, и всех, кто поддержал. Я это очень ценю. Меня зовут Богатейший Ди. И скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok